Глава района Заурха Мирзов провел совещание, в ходе которого были подведены итоги прошедшего осеннего призыва граждан на военную службу и определены задачи по организации и проведению весенней кампании. В работе совещания приняли участие руководители органов местного самоуправления, военный комиссар по Геогинскому и Кашхабскому районам Вячеслав Журавлев, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, заместитель начальника полиции межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский, военно-учетные работники. С основным докладом выступил военный комиссар района. Информировал, что в основании у нас президента Российской Федерации на 31 марта на 167 и представление правительства Российской Федерации на 11 ноября 2006 года на 1663 о подтверждении положения призыва военную службу в Кашхабском районе пройден призыв 1995-2004 годов рождения на военную службу в 8 ноября 2022 года. Призыв граждан на военную службу проводился в соответствии с федеральным законом 1998 года до 150 фаза военную службу в соответствии с распоряжением главы Республики МДГ 22 сентября 2022 года номер 225 РГ, была создана призывная комиссия Кашхабльского района. Ее работа осуществлялась в соответствии с прежденным планом графика. Работа призывного фунта организована в соответствии с теми руководящих документов. Пришествие граждан на решение в ходе призыва граждан в моем сторону не зафиксировано. Норма призыва, установленная с рядом Республики Адыгея, выполнена на 108%. Вся администрация сельских поселений Кашхабльского района с задачей поправки. Войска справились. Измоля на положительные результаты задачи в обеспечении исполнения граждан военской обязанности в ходе призывного инсургу в апреле и июле остаются приоритеты в работе всех заинтересованных с футом. В заключении своего выступления выражаю уверенность, что в тесной заводействии со всеми заинтересованными структурами мы проведем на достойном уровне мероприятия, связанные с организацией проведения весеннего призыва в 2023 году. От себя лично хочу добавить, хочу выразить всем слова благодарности за организацию работы по организации призыва как в весной 2022 году, так и в осенью на военную службу по призыву. Военный комиссариат Леоневского и Кашхабльского района в данном первом месте среди муниципальных военных комиссариатов в исполнении энергии. С чем нас всех, собственно, и поздравляю. О результатах взаимодействия межмуниципального отдела МФД России Кашхабльский с военным комиссариатом и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения исполнения гражданами воинской обязанности осенью 2022 года и мерах по ее совершенствованию доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела МФД России Кашхабльский Руслан Хуажев. Организация обеспечения прибытия на призывную комиссию граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом, строится на основе требований совместного приказа Миниобороны Российской Федерации и МВД Российской Федерации. Здесь же хотелось бы немного отметить в плане того, что в действительности, как и уже отметил руководитель военного комиссариата, те вопросы, которые возникают в ходе призывной комиссии, связаны с призывом, решаются в рабочем порядке и налажено тесное взаимодействие. Та документация, которая поступает в адрес Кашхабльского райотдела, бывает, что я получаю эту документацию и на призывной комиссии наручную. Она в обязательном порядке фиксируется в секретариате, регистрируется и в последующем уже отписывается непосредственно исполнителем для реализации его. В последующем мы передаем уже исполненный материал по почте. Как уже указал руководитель военного комиссариата, с поставленными задачами Кашхабский район справился на отлично. И я выражаю такую же надежду, что в целом и весной мы при тесном взаимодействии, при тесном сотрудничестве выполним поставленные задачи. В своем выступлении глава района акцентировал внимание на том, что от результатов оповещения призывников зависит дальнейшая работа комиссии. На сегодняшний день одним из проблемных вопросов остается организация и проведение оповещения призывников о явке на мероприятие, связанное с призывом на военную службу. На завещании также был заслужен доклад врача Кашхабской центральной районной больницы Натальи Потоковой о результатах взаимодействия Кашхабской ЦРБ с военным комиссариатом. Далее слово было предоставлено начальнику управления образования Асиат Берзеговой. Она доложила о результатах военно-патриотической работы в образовательных учреждениях района. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея о призыве на военную службу граждан мужского пола для улучшения качества проведения первоначальной постановки граждан на воинский учет и в свете последних событий в образовательных учреждениях района уделяется особое усиленное внимание формированию военно-патриотического воспитания гармонично развитой личности, способной по своим физическим, умственным, духовно-нравственным качествам выполнять должностные обязанности в рядах вооруженных сил, формированию знаний и умений по основам военной службы, формированию системы ценностей, влияющих на жизненное самоопределение. Все преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие подготовку граждан мужского пола основам военной службы, имеют соответствующие квалификационные категории, своевременно проходят курсы по повышению квалификации. Для успешной реализации военно-патриотического воспитания обучающихся в общеобразовательных учреждениях созданы все необходимые условия. Имеется необходим оптимальный набор основных элементов. Это стопроцентное наличие кабинетов ОБЖ, стрелковых и электронных тиров, строевых спортивных площадок, спортивных залов. Наличие 92,3% в аналогичном периоде прошлого года было 84,6%. Вы все уже знаете, что в основной общеобразовательной школе номер 12 хутора-казена Пужорский построен и введен в эксплуатацию спортивный комплекс на сумму 30,299,000 рублей за счет федеральных, республиканских средств и софинансирования. Учебно-наглядных пособий специализированного кабинета ОБЖ в 11 школах, это составляет 84,6%. В кабинетах проводится вся теоретическая и часть практических занятий по образовательным программам ОБЖ, где у учащихся формируется культура безопасной жизнедеятельности, приобретаются навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшим, осуществляется военно-патриотическое воспитание школьников и их подготовка к военной службе. Оборудование кабинетов позволяет проводить разные формы занятий с учащимися. В кабинетах проводятся классные часы, уроки истории, литературы, по материалам военно-патриотической направленности, организуются занятия и тренировки зерничного отряда. На площадке проводятся занятия по строевой подготовке. Спортивный зал и спортивная площадка используются для сдачи нормативов по физической подготовке проведения военно-спортивных соревнований. В общедоступных местах в школах имеются уголки и стенды по военно-патриотическому воспитанию. Подводя итоги заседания, глава района призвал ответственных лиц усилить контроль над проведением хода призыва на военную службу и принять все меры для обеспечения явки граждан на призывные пункты.